Об уголовной ответственности за неоднократное соблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор административных ограничений, установленных судом, сопряженная с совершением иного административного правонарушения, рассказала Ольга Горбунова, заместитель Артёмовского городского прокурора, советник юстиции. Федеральным законом от 31 декабря 2014 года статья 314 со значком 1 Уголовного кодекса РФ дополнена частью 2. Данной нормой предусмотрена уголовная ответственность за неоднократное несовлюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор административных ограничений, установленных судом, сопряженная с совершением иного административного правонарушения. Наказание по части 2 названной статьи предусмотрено в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ на срок от 100 до 180 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок до 1 года. При этом неоднократное несовлюдение административных ограничений признается при условии, что это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние 2 раза в течение 1 года. Хочу разъяснить, что административный надзор устанавливается судом и является средством, которое обеспечивает предупреждение о совершении преступлений и иных правонарушений со стороны лиц, которые освободились из мест лишения свободы и имеют непогашенную или неснятую судимость, а также оказание на этих лиц индивидуального профилактического воздействия. В 2016 году органами расследования в Артемовский городской суд направлено 6 уголовных дел по названной статье Уголовного кодекса, в том числе в отношении одной женщины. Из них судом рассмотрено 4 уголовных дела. Судом вынесены приговоры, связанные с реальным лишением свободы в отношении троих подсудимых. Имелось полное признание вины и раскаяние в содеянном. Однако в силу статьи 18 Уголовного кодекса РФ в действиях подсудимых имелся рецидив преступлений, и это признано судом, отягчающим наказание обстоятельством. С учетом того, что подсудимые являются общественно опасными личностями, склонными к совершению преступлений и правонарушений в целях их исправления, в предупреждении о совершении именовых преступлений суд пришел к выводу о невозможности исправления их без изоляции от общества. В отношении двоих осужденных приговоры вступили в законную силу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова